Девушки отдыхают Это социализм или смерть? Скажите, что именно вы говорите? Революция не за горами. Здесь все об этом знают. Они не пройдут. Мы покажем Янке, что наш народ готов защищать свою страну, свою землю и свою нефть. Да здравствует революция! Кто бы мог подумать, что спустя 17 лет после развала Советского Союза в мире по-прежнему будут говорить о революции. Социализм возвращается. Возвращаются красные цвета. Родина, социализм или смерть? До победы и навсегда. Предводитель этой революции Уго Чавес. Он своего рода Робин Гуд Латинской Америки. Забирает у богатых и отдает бедным. Так сказал Чавес, и он был прав. Вся власть принадлежит людям. Именно люди делают революцию. Когда Кастро пришел к власти на Кубе, меня еще не было в живых. Но сегодня я вижу, что такое социалистическая революция в 21 веке. Только не рассказывайте маме, что я в Венесуэле. Когда я впервые оказался в Венесуэле, здесь было все проще. Пляжи, красивые девушки, катание на досках и, конечно, мохито. Тогда моей маме не о чем было беспокоиться. Но это было 10 лет назад. Сегодня многое изменилось. Добро пожаловать в революционную столицу мира. Здесь управляет верховный лидер, великий кормчий и отец нации Уго Чавес. Со времени прихода к власти в 1998 году Чавес сделал все возможное, чтобы раскрасить Венесуэлу в ярко-красные цвета. Его боливарианская революция, как он ее называет, это смесь из всех освободительных движений, разгоравшихся на континенте в последние 200 лет. С обязательной отсылкой к Симону Боливару, Фиделю Кастро и, конечно, Чагеваре. В рабочем квартале Винг-Тетрес одним из самых пылких сторонников Чавеса является Умберто Лопес. Он сказал мне ждать его здесь и добавил, что я с легкостью его узнаю. И он оказался прав. Это было несложно. Умберто разъезжает на военном джипе 50-х годов, курит, разумеется, кубинские сигары, а в обычной жизни этот революционер работает автомехаником. Нечего гудеть, я не поеду на красный свет. Значит, на красный вы не едете? Я следую дорожным знаком, я не анархист. Значит, вы революционер, но не анархист. Революционер, да, анархист, нет. Но что сегодня Чагевара значит для людей? Ведь мы живем в 2008-м, а Че это символ 60-х? Вовсе нет, он по-прежнему очень важен. Че мечтал создать нового человека, он не был кровожадным революционером, нет, он был гуманистом и активно участвовал в общественных движениях. И это именно то, что мы делаем здесь, социализм, обращенный к людям. В мире, где баррель нефти стоит 103 доллара, можно было бы подумать, что такой революционер не должен ездить на автомобиле, который потребляет столько топлива, как этот военный джип. Но в Венесуэле на это смотрят иначе, здесь все немного по-другому. Знаешь, Диего, Венесуэла – это рай на земле. Здесь мы все короли, благодаря нашей нефти. Это наша первая остановка, заправочная станция. Сердце революции. Нефть продается по 115 долларов за баррель, и это удачное время для Чавеса и его реформ. Венесуэла – один из крупнейших мировых экспортеров нефти. Не надо даже доставать кредитную карточку, хватит и простой мелочи. То есть литр бензина стоит меньше, чем бутылка воды? Намного меньше. Бутылка воды стоит 2000 боливаров, а литр бензина – всего 70. В этой стране даже нет монеты такого достоинства. Значит, я даже не смогу купить один литр бензина? Нет. Самая мелкая монета здесь – 100 боливаров. А на 100 боливаров не купить даже конфету. Извините, сколько стоит наполнить бак такого автобуса? От 5 до 7 тысяч боливаров. Заполни бак, а сколько это литров? От 55 до 75 литров. И сколько это получается? 3 доллара? Просто безумие. Ладно, дети, ведите себя хорошо. Так прощаются революционеры. До Чавеса Венесуэла была мало чем выдающейся страной. Здесь практически ничего не происходило. Развивающаяся страна, как и многие другие, где богатые оставались богатыми, а бедные – бедными. Все оставалось на своих местах. Однако все эти нефтедоллары родили в голове Чавеса много новых идей. Умберто, в частности, очень гордится этой идеей. Государственный магазин, продающий по себестоимости самые необходимые продукты. Это хороший способ повысить покупательную способность бедных граждан. В стране, где среднемесячная зарплата составляет примерно 200 долларов. На остальные товары государство выделяет субсидии в размере 30% от их розничной цены. Как это все работает? При поддержке правительства и благодаря нефтедолларам. Знаете, сколько у нас тут нефти? Она расходуется, в том числе и на такие вещи. В конце концов, еда – это горючее для человеческих тел. Итак, нефть поддерживает в людях жизнь, а пропаганда поддерживает революционный настрой. Посмотрите на этот пакет сахара. На нем цитаты из Конституции. Здесь сказано, что у каждого есть право на образование, и у всех равные возможности. Видите, это тоже способ образовывать людей. Что ж, покупая мясо по такой цене, можно потерпеть небольшую промывку мозгов. Это мясо из Бразилии, да? Да. Сколько здесь стоит кусок мяса? 6 тысяч боливар. В мясной лавке за такой же кусок вы бы отдали 14 тысяч боливаров. Поначалу такой метод кажется весьма действенным, потому что цены здесь ниже, чем на рынках. Но, как вы видели, мясо было из Бразилии. А это молоко произведено в Швейцарии. Произошло вот что. Президент приказал венесуэльским производителям продавать свои товары по фиксированной цене. И эта цена была настолько низкой, что многие из них решили просто прекратить производство. Поэтому проблема сегодня заключается в том, что продуктов слишком мало, или же они производятся в других странах, не в Венесуэле. Тем не менее, каждое утро сотни людей выстраиваются в очередь, чтобы попытать удачу. Я бы хотел большого и сочного цыпленка. И вы собираетесь купить его? Нет, вряд ли он у них есть. В центре города Умберто встречаются со своими друзьями. Для демонстрации в поддержку революционного движения из соседней страны ФАРК или Революционных Вооруженных Сил Колумбии. Извините, кто эта женщина? Лина Рон. Чем она занимается? Она великая революционерка, одна из самых радикально настроенных членов партии. Я объясню. Есть Чавес, а следующая после него она. Она управляет народными дружинами. Все же поддержка движения ФАРК – это уже чересчур. Я решил покинуть Умберто. Я направился в супермаркет в центре города. Здесь правительство также регулирует цены на определенные продукты. Здесь тоже местные производители с большей охотой будут экспортировать свои товары, чем продавать их себе в убыток. В результате Чавесу приходится импортировать товары из-за границы. Больше нет молока, нет яиц, курицы, конечно, тоже нет, нет муки. Однажды нашему терпению придет конец. Но есть порошкообразное соевое молоко. Это не настоящее молоко. Молоко, которое продается здесь, когда оно вообще есть, производится в России или в Чернобыле. Там его никто не покупает. Мне кажется, вы немного преувеличиваете. Вот, например, сахар. Кого вы пытаетесь разыграть? Это аспартам, заменитель. И он стоит дороже. Возмутительно, что в 2008 году нам по-прежнему приходится стоять в очередях за яйцами и молоком. Когда, наконец, случается чудо и молоко привозят, его продают лишь в ограниченном количестве в одни руки. Это оборачивается настоящим кошмаром для начальника местной охраны Бресенью. Жидкое молоко нам не привозили с ноября. Но сейчас уже март, и когда молоко привозят, какой длины очередь здесь выстраивается? Она тянется по всей автостоянке до самой станции метро. Что же это получается? Почти полтора километра? Да, почти полтора километра. Есть люди, которые берут на прокат инвалидные коляски или даже нанимают детей, чтобы им отдали предпочтение и продали молоко получше. Они нанимают детей, сколько это стоит? Нанять ребенка на три часа стоит пять-десять долларов. Некоторые люди на автостоянке сыты по горло этой революции, которая длится уже десять лет. У нас ничего нет, ни молока, ни масла, ни риса. Муки. Муки тоже нет. И что еще хуже, ее продают только нормированно, не больше пяти пакетов муки на семью. В эти дни нам приходится покупать все, что дает нам правительство. Нам позволено покупать лишь два пакета риса. Как мне семью прокормить из десяти человек двумя пакетами риса? Довольно с нас, Чавес, и ему пора в отставку. Однако в то время, как многие венесуэльцы хотели бы отдохнуть от революции, другие стекаются сюда со всего мира, чтобы узнать о ней побольше. Эти школьники приехали сюда из богатого города Беркли, штат Калифорния. Поездку организовал их учитель, и они уже выглядят как настоящие сторонники Чавеса. Ты уже вошел в нужное настроение, да? У тебя футболка с надписью Куба. Точно. Карлос ведет так называемую социалистическую экскурсию. Однако прежде чем начать рассказ о классовой борьбе, он дает небольшие советы о том, как остаться в живых в Каракасе. Есть пара вещей, которые я хотел бы рассказать вам о центре Каракаса. Центр Каракаса – лучшее место, в котором вы можете заставить меня нервничать. Поэтому я буду ругаться на вас, если вы будете щелкать камерами. Это все равно, как если бы вы кричали «Эй, мистер бандит, ограбьте меня!» Или «Эй, Карлос, зачем нужна эта бумажка?» Если вы будете так делать, я буду на вас ругаться. Я заранее извиняюсь за это. Постарайтесь вести себя как можно проще. Я подам вам пример. Хоть они и недорогие, но они блестят. Венесуэла стала новым местом для сборов так называемых «новых левых». Некоторые приезжают сюда, думая, что Чавес – это некий мессия, который должен спасти планету. Сейчас мы выходим на новый уровень общественного устройства. Называйте это «социализм» или «больше власти народу». Так или иначе, сюда приезжает много людей, заинтересованных в том, что здесь происходит. Но это, кстати, очень хороший способ заработать. Когда в новостях показывают Венесуэлу, обычно говорят, что Уга Чавес – коммунист, что он плохой человек, и что люди там живут тоже плохие, и что мы им не понравимся. Но я чувствую очень теплый прием, вижу, что люди ведут себя вежливо и помогают друг другу. И все достойно, нормально. Мы направляемся в Антимана, один из самых больших трущобных районов столицы. Люди здесь чаще умирают на улицах, чем в своих постелях. И однодолларовые банкноты здесь встречаются гораздо чаще, чем 100-долларовые. А туристы здесь, как урится, в государственном универсале, редкий и возбуждающий аппетит товар. Мы находимся в одном из самых популярных, но и самых опасных кварталов Каракаса. Я думаю, никто здесь еще не видел, чтобы американские туристы просто так разгуливали по улицам. Видели бы вы, как люди смотрят на нас. Мы, наверное, похожи на марсиан. Думаю, они боятся нас. Наша маленькая американская группа теперь направляется в верхний квартал трущоб, где надежда на будущее так же узка, как и эти улицы. Разница на лицо, не правда ли? А это зачем? Чтобы делать воздушных змеев. Воздушные змеи, здорово. Ты умеешь их делать? Нет. В этой части Антимана нет школ. Уроки проводятся прямо на улицах, когда нет дождя. Вы часто видите такое в районах, где живете, в вашей стране? Не все сразу, они немного стесняются. Я заметил. Вы часто видите такое в США? Нет. Нет, если честно. У нас все по-другому. Давайте осмотримся здесь и представимся нашим венесуэльским друзьям. Расскажите, кто вы и что изучаете. Поприветствуем. Добро пожаловать в Венесуэлу и в наш квартал. Думаю, они еще не готовы распевать кумбайя. Что вы думаете об этих туристах? Здорово, они смешные. Я никогда раньше не видела туристов в своем квартале. Обычно люди сюда не приходят, так что это очень мило. Я попытался поговорить с ними, но это было довольно сложно. Они говорят только на английском, и, если честно, их язык сильно отличается от испанского. Я надеюсь, они осознают свое преимущество в том, что они живут там, где живут, и что они учатся в хорошей школе. Я пытаюсь показать им, что за пределами их мира есть и другой, для того, чтобы они осознали свое преимущество и затем научились делиться. Пойдем со мной. А ты, высокий, пойдешь со мной. Вообще-то я француз, и мне больше подходит футбол. Никому какое дело, ты, высокий. Мы приступили к налаживанию межнациональных отношений. И высокий, сумку сними. Баскетбол. Что может быть лучше для налаживания отношений? Впрочем, это только для парней. Не могу сказать, что я хорошо показал себя в этой игре, но мой единственный заброшенный мяч достоин повтора. Сан-Филиппе Однако настоящая революция разворачивается в сельской Венесуэле. Вдали от трущоб, турфирм и туристов с камерами наперевес. Сан-Филиппе И сколько здесь тонн сахарного топлива? Сахарного тростника Много Очень много Много тонн, это точно Может показаться, что это просто живописная плантация сахарного тростника На самом деле это настоящее поле битвы Мы находимся в области Венесуэлы с самыми плодородными почвами И именно здесь правительство Чавеса пытается провести свою аграрную реформу Суть которой сводится к лозунгу «Вернем землю народу» Понятно, что землевладельцы упорствуют, но упорствуют они по разумной причине Многие из тех, кто приезжает сюда заниматься земледелием, никогда в жизни не работал на земле После прихода к власти Чавес запустил обширную программу перераспределения земли Следуя своему главному принципу – забирать у богатых и отдавать бедным В результате тысячи крупных земельных наделов были беспорядочно разбиты на крошечные участки И розданы семьям, у которых вообще не было ничего Бруллио Родригес стал новым шерифом на этом землевладельческом Диком Западе Еще несколько лет назад он работал на хозяина плантации, срезая сахарный тростник Сегодня он решает, кто присоединяется, а кто покидает товарищество землевладельцев Видите эту женщину? Она 50 лет сражалась на нашей стороне Привет, Мария! Она настоящий боец Правда? Еще бы! На этой ферме есть много пожилых людей, всю свою жизнь посвятивших участию в движении Посмотрите на все эти земли, они достались нам, потому что мы сражались за них Взгляните на банановые деревья Как давно эти земли стали вашими? Четыре года назад Приветствую вас, товарищи! Значит, так вы приветствуете друг друга? Поднимая кулак? Это как символ борьбы? Да, но мне больше нравится делать так Это знак защиты движения, гораздо лучше, когда у тебя есть оружие, правда? С тех пор, как они выгнали землевладельцев на этой народной ферме, все должно быть биологически чистым Никаких пестицидов и генетически модифицированных продуктов Никаких адских графиков, все работают на своей собственной скорости Однако Бролио не спешит приступить к работе на плантации Ему лучше удается возделывание идеологии Рауль помогает ему управлять земельными наделами В прошлом он тоже работал на рубке сахарного тростника Как выглядела ваша жизнь здесь раньше? Мы срезали тростник, мы были подденными рабочими с мизерной зарплатой и не имели никаких социальных гарантий А какой у вас был рабочий день? Мы работали до тех пор, пока тело не отказывалось тебе подчиняться До революции на этих землях выращивалась сельскохозяйственная продукция для сбыта на внутреннем и внешнем рынке Но сегодня создается впечатление, что все занимаются возделыванием своих собственных маленьких участков Мы выращиваем помидоры, перец, кукурузу, папайю Только качественные продукты Но кто все это ест? Хотя бы мы Да, мы едим это все, а то, что остается, мы отвозим на рынок А что вы будете делать, если вернутся землевладельцы? А мы их не пустим Об этом не может быть и речи Теперь мы будем следить за богатыми, как за насекомыми на плантации Здесь не о чем беспокоиться Стоя здесь, вы находитесь на передней линии обороны Капиталистические паразиты сюда не вернутся В дороге постоянно возникает ощущение дежавю Все принадлежит всем Все приветствуют друг друга и с радостью помогают товарищам Залезай, друг Вместе мы сильнее Он кубинец Чем вы здесь занимаетесь? Я инженер-агроном, я приехал, чтобы помогать им И помочь революции? Само собой В чем отличие Венесуэлы от Кубы? Эта революция, если они доведут дело до конца Будет даже мощнее нашей Они взяли то лучшее, к чему мы пришли на Кубе И применили все это к условиям 21 века Я думаю, это должно сработать Я так думаю Я нашел молоко Все легально Я его нашел Но чтобы получить его, нужно приехать на ферму Броле раскрыл мне один секрет В нескольких километрах от этого места на другой ферме Несколько безземельных крестьян Нашли способ справиться со своими решениями Я чуть не погиб Расскажите Что здесь происходит? Мы забираем эту землю себе Вы ее захватываете? Она принадлежит народу Осторожней с этим, Мачете Что ж, может и я возьму себе небольшой участок Здесь это просто Мы забираем эту землю Я хочу этот участок Я не могу вставить палку в землю Попробуй ты Всем привет, как идут дела? Скажите, а как вы делите землю? Ну, то есть, например, если бы я был одним из вас И захотел бы взять себе, например, весь этот участок Я мог бы это сделать? Нет, не смогли А почему? Есть какие-то ограничения? Вы получаете участок площадью примерно в 200 квадратных метров И это все Ну, разве эта земля не принадлежит кому-то? Да, ей владеет одна компания Но сейчас их нет поблизости Мы все матери, у нас семьи Нет домов Эта земля нужна нам для наших детей Здесь больше 60 таких матерей, как мы Вы забираете землю, и что дальше? В четверг утром придет чиновник из мэрии И официально все оформит Значит, правительство вас поддерживает? Да, мы все за Чавесом Мы все революционеры Из 360 тысяч квадратных километров сельскохозяйственных угодий Венесуэлы 20 тысяч уже поменяли хозяев Вы уверены, что здесь нет змей? Нет, нет Когда вы будете строить здесь дом? Еще не знаю, но я точно собираюсь его построить Кто его будет строить? Его придется построить Чавесу Чавес будет строить ваш дом? Если святая Дева Мария захочет этого, она даст ей дом Дева Мария или Чавес? А нам и Дева Мария понадобится и Чавес Давай, выкопай яму и вставь туда палку Мне не кажется, что это лучший способ это сделать Земля очень твердая Довольно необычно видеть, как границы участков распределяются при помощи видеопленки Сейчас мы находимся на переднем крае революции И кажется, здесь сейчас идет период раздела территории, как на Диком Западе Вот так вы обозначаете границы своей собственности Очевидно, что с течением времени эта социалистическая революция станет для людей серьезным испытанием Потому что, как видите, она ведется весьма дикими методами Все это очень странно Новые землевладельцы пригласили меня на обед Пока Чавес еще не построил им дома, трапеза проводится на открытом воздухе Очень вкусно, мне нравится Но не бывает победителей без проигравших Познакомьтесь с братьями Жаоре Их семья уехала с Кубы в 1959 году, чтобы спастись от революции С приходом Кастро они потеряли все Затем они потратили 40 лет на то, чтобы построить все заново здесь И вот два года назад они снова потеряли все, чем владели Вся эта земля принадлежала вам? Да, она была нашей И теперь у вас остался только этот участок? Да, только стены этого дома, стоилые холмы Но с холмами мы ничего не можем сделать Значит, вся эта земля, которая лежит сейчас перед нами, больше не принадлежит вам? Нет, она принадлежит людям, захватившим нашу землю Здесь поселилось 315 семей, каждая на участке в 10 квадратных метров 315 семей, и что же они выращивают? Все, что могут, бананы, маниоку Основные продукты питания Да, основные И правительство снабжает их субсидиями Вот так они и выживают Но проблема в том, что моя земля не подходит для земледелия Я выращиваю скот Неудивительно, что магазины пустуют А государство предоставило вам какую-либо компенсацию? Конечно, нет Чтобы доказать, что эта земля действительно наша Мы должны представить документы о праве на собственность за 152 года Я смог представить документы только за 148 лет На владение этой землей Мы не смогли представить документы еще за 5 лет И правительство сказало нам, что эта земля больше не принадлежит вам Вам не хватает 5 лет, поэтому мы ее забираем Все Пришло время сменить обстановку Мы находимся в Андах В Венесуэльских Андах Это очень крутой подъем И очень жарко на улице Этого мула зовут Синьо, а другого Чикито Говорят, что это единственные мулы в этой области, которые умеют читать и писать Роберто, директор программы под названием «Библиотечные мулы» Должно быть, вы очень любите свою работу, если занимаетесь тем, чем занимаетесь Конечно Но больше всего мною движет желание помогать деревням, которые действительно нуждаются в нашей помощи Так мы можем дать будущее детям, живущим в этих горах Разумеется, я не стал бы заниматься этим каждый день, если бы не любил свою работу А ты, Кристиан, почему ты этим занимаешься? У нас очень важная миссия, потому что дети в этих горах не имеют доступа к книгам Все, что они могут читать, это книги, которые хранятся в деревнях, а их совсем немного Я родилась в этой области, и мне удалось выбраться отсюда Теперь я хочу помочь детям и подарить им лучшее будущее Я могу понять, почему он отказывается идти Мы поднимались целых полтора часа, и должен сказать, это было непросто И вот, наконец, мы подходим, деревня перед нами Привет, как вы? Рада вас видеть Как дела? Где ваша учительница? Привет, как ты? Посмотрите, какие замечательные книги мы вам привезли Теперь нечасто можно увидеть, чтобы дети так набрасывались на книги Это как раз то, чего мы хотим Они всегда так себя ведут Сегодня они даже немного стесняются Обычно они просто дерутся за книги, кричат, это моя, нет, моя Ну хорошо, теперь давайте все присядем Не сидите на солнце, сегодня слишком жарко В эту школу, расположенную на высоте двух тысяч метров Входят дети из целого десятка отдаленных горных деревень Кто живет дальше всех от школы? Я Неправда, ты живешь здесь Да, но всю дорогу я пробегаю Ты живешь дальше всех, как называется твоя деревня? Апатре Где она находится? На другой горе И во сколько ты выходишь из дома? Семь часов А приходишь? Примерно восемь С семи до восьми, сколько это часов? Один час Когда они говорят один час, это означает шестьдесят минут? Нет, это просто единица отчета Один час значит, что это находится очень далеко Один час может на самом деле означать полтора или два часа У них нет часов, поэтому время для них растяжимое понятие Чем вы хотите заниматься, когда вырастите? Я хочу стать учительницей Как и я Здорово А ты? Врачом Ты читаешь своим родителям? А вы читаете своим родителям? Да Значит, вы тоже учите их читать? Или они умеют читать? Ну, вы читаете вместе, всей семьей, да? Если они не умеют читать, вы их учите? Да, мы их учим Это наша цель, чтобы вы учили читать других людей И не только здесь, в школе, но и дома тоже Так все смогут научиться читать Они просят помощи у Святого Духа Думаю, она пригодится мне, чтобы спуститься отсюда Сегодня туманно и моросит дождь Мы спускаемся с Антой, направляемся к границе с Колумбией Как говорят, это один из самых опасных регионов страны И, если честно, мне не терпится это проверить Мы находимся на границе Колумбии и Венесуэлы Это одна из самых оживленных границ Южной Америки Отсюда в страну ввозят и вывозят самые разные товары В том числе наркотики и партизан из Колумбии Но здесь также ведется большой бизнес Бензиновый бизнес Бензин стоит дешево, но может принести большие деньги Мы едем с солдатами Национальной гвардии Венесуэлы И сейчас мы попробуем задержать контрабандистов Провозящих бензин через границу Я не стану сидеть, затаяв дыхание И не уверен, что там вообще кто-нибудь будет Но в любом случае, давайте посмотрим И снова я, кажется, надел неподходящую обувь Здесь действительно опасно? Мы находимся примерно в 55 метрах от Колумбийской границы Здесь сотни контрабандистов Есть даже партизаны из ФАРК, которые могут напасть на нас И у многих контрабандистов есть оружие Скажите, майор, а на чем они проводят бензин? Да практически на всем На грузовиках, велосипедах Даже на велосипедах? Ну да, на велосипедах Мотоциклах, фургонах Иногда они даже нанимают людей Чтобы те тащили бензин на своих плечах Смотрите, здесь следы шин грузовика Они приезжают отсюда и пересекают реку Они ждут, пока вода спадет И затем перебираются на другой берег Оказавшись там, они выгружают товар И оттуда его забирает кто-то другой В Колумбии бензин стоит в 60 раз дороже, чем в Венесуэре Поэтому неудивительно, что эти люди готовы пойти на все Чтобы переправить его с одной стороны границы на другую Я увидел людей на другом берегу В кустах Видите, они прямо напротив нас Что случилось? Там два человека Возможно, они ждут партию бензина Но они также могут и просто стирать одежду Так почему бы нам не взглянуть поближе? Проблема в том, что, перейдя реку Мы окажемся в Колумбии А вам, конечно, нельзя этого делать, да? Да Это похоже на игру в кошки-мышки, да? Вы бегаете за ними? Сегодня здесь ничего не случилось И мы отправляемся обратно в гарнизон На небольшой урок о тысяче и одном способе переправить контрабандный бензин через границу Хорошо оснащенные машины Канистры всех видов Велосипеды Фактически в ход идет все Здесь мы храним весь бензин, который нам удается изъять 150 тысяч литров Это среднемесячный объем Весь этот бензин контрабандисты пытались переправить в Колумбию В таких канистрах перевозится бензин Они привязывают их к велосипедам К велосипедам? Ну да, и едут по той дороге, на которой мы сегодня были Наверное, вот почему колумбийцы такие хорошие велосипедисты И хорошие альпинисты Видите, они кладут такие цистерны на место багажника автомобиля Граница с Колумбией всего в нескольких сотнях метров от гарнизона Я решил пройтись к ней и попытать удачу И вот я в Колумбии Визы у меня нет Но давайте пройдемся и посмотрим, как работает бензиновый бизнес Как вас зовут? Луис Эдуардо Здравствуйте, меня зовут Диего Мой колумбийский таксист покупает только контрабандный бензин Значит, весь бензин поставляется из Венесуэлы? Конечно, в Венесуэле он стоит гроши Здесь, в Колумбии, у контрабандистов Есть примерно десяток складов, где они хранят весь бензин Они либо продают его, либо удерживают В зависимости от уровня спроса и предложения Это похоже на товарную биржу или что-то вроде этого? Да Мой таксист привез меня на свою любимую заправочную станцию Ею управляют Тито и Пепо И этого огнетушителя хватит в случае пожара? Если все это взорвется? Знаете, если здесь начнется пожар, то вам лучше будет просто убежать Бежать придется быстро, да? Да, это будет как взрыв бомбы Торговцы бензином стоят вдоль всей границы Мы даже организовали профсоюз торговцев бензином А зачем вам нужен профсоюз? Что он дает? Благодаря ему мы можем продолжать продавать бензин Нам приходится платить полиции, иначе они придут и отберут наш товар И сколько людей живет за счет этого бензина? Здесь на границе, да все Это большой бизнес Здравствуйте Скажите, а почему вы покупаете бензин здесь? Почему вы не на заправочной станции? Там он дороже А здесь еще и быстрее Вы доверяете им? Этим продавцам, да, но другим нет Им можно доверять, да Мое путешествие окончено Я возвращаюсь в Каракас Завтра я покину Венесуэлу и ее революционеров Будь реалистом, требуй невозможного Я не мог бы уехать из Венесуэлы, не процитировав Че Впрочем, кажется, что сторонники Чавеса принимают его слова слишком близко к сердцу Впрочем, он также говорил, что чтобы быть хорошим революционером, ты должен либо победить, либо умереть Так что, думаю, лучше мне уехать, прежде чем ситуация здесь начнет накаляться До победы и навсегда Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже хотел бы немного земли Можно я возьму участок у этого дерева? Если хотите, можете взять мою землю Вы отдаете мне свою землю? Да, но вам придется жить со мной Понятно, это как собственность с добавочной стоимостью Да? Вы видите, это будет здорово Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok